добрый день мои дорогие друзья всем салам алейкум из метельного казахстана у нас метель на улице друзья давайте много споров много разговоров поговорим с вами на тему как обойтись с новой абсолютно новые батареи вот на давайте рассмотрим это на примере вот этой батареи это батарея веста вот эта дата я так и не понял юмора сказали батарея 23 года но непонятно вот эта классификация я спаривать не стал но мне показалось что батарея все-таки 22 года ну ладно 23 22 судьба неважно веста украинские раньше это были украинские батареи в то время когда их делали по моему в днепропетровске насколько я не ошибаюсь были батареи отличного качества но сейчас это производство переместили в курск курский аккумуляторный завод считаю одним наверное из худших в россии это мое личное мнение потому что потому как я столкнулся с ними было одно время когда возили дешевенькие в прямом и переносном смысле батареи как внешне так и внутренне именно курского завода вот эта батарея ее только что привезли приобрели в кустаная на nissan под фендер и вот такие параметры я делал при клиенте вот 87 684 сейчас я подключил накинул крокодила для своих уважаемых подписчиков чтобы это было все наглядно и в онлайн-режиме 688 там было 684 но погрешность прибора есть что там и говорить так сопротивление 401 и nrc 1260 вот такие параметры давайте замерим плотность плотность достаточно замерить в одной банке так как батарея абсолютно 0 плотность мы видим 125 ровно 125 плотность немножко не догребает до необходимых параметров очень много там коллег коллег которые рекомендуют аккумуляторы новым аккумулятором делать просадку высаживать делать ктц типа размотать вот это то что мотивирует это тем что они вот такие гении блять этой мысли какой мысли блять да никакой не мысли блять просто считают себя гениями и что заранее знают что якобы там на заводах батарейки вот не доформованные блять надо их доформовать надо их блять раскачать вот на заводе дров боёбы работают одни там постоянно они нарушают вот эти технологические процессы по формованию пластин а есть такие однокомнатные аккумулятор щеки блять которые берут абсолютно новую батарею высаживаю что-то какие-то драчи устроит устраивает с ней и все такое прочее при всем при этом пытается засрать провинциального аккумулятор щека якобы вот он блять на китайском устройстве провел блять один проход китайское устройство заканчивает свою работу на одном амперии и результат они мол ну короче дядька занимается полнейших хуйней мы будем эту батарею я сегодня поставлю меня конец рабочего дня поставлю на тоже китайское устройство но на устройство аджинг она делает более глубокую абсорбацию чем вот такие foxair и там вот это название не могу прочитать а мы поставим на аджинг вот этот аджинг модель аджей шестьсот восемнадцать ф ф ф ф пускай будет ф и блять оставил ее до утра и посмотрим что у нас появится в этой батарее утром как бы ни было как бы ни было мое мнение такое что вот эти параметры которые выкатывает нам конвей и даже те параметры которые у нас будут после полного основного заряда после абсорбации с одним условием что плотность у нас будет номинальной не ниже 128 вот эти параметры не не стоит трогать не стоит их раскачивать не стоит там делать свои какие-то тупые предположения что на заводе долбоебы работают и не доформовывают пластины это такой фактор он есть абсолютно у всех производителей будто варта будто bosch и bosch будто корейские аккумуляторы многие новые батареи они не вытягивают тех параметров которые шлепают на этикетке и которые как бы заявлены для этих батарей но эти параметры если мы будем стараться их вытаскивать какими-то ктц блять сразу просаживать высаживать батарею возможно мы увидим этот параметр но одновременно с этим мы уменьшим конкретно конкретно уменьшим ресурс этой батареи по крайней мере на одну просадку этой батареи у вас станет на один цикл на один глубокий цикл разрядный у вас станет с этой батареи меньше пусть эти циклы зарядно-разрядные пусть они будут происходить на вашем автомобиле и пусть они растянутся немножко по времени на более продолжительный период что еще хочу сказать о первичном заряде о первичном многие называют это вводом в эксплуатацию так ну давайте и мы также назовем а вводе в эксплуатацию значит вот первичное обслуживание у нас оно должно по идее ну чисто так если мыслить философски нет блять что-то я не так говорю блять не по идее а должно увеличить ресурс плюс год если мы не делаем первичного ввода в эксплуатацию то есть первичного обслуживания минус год эти вычисления откуда они берутся это не я придумал это придумали люди которые придумали статистику блять это те люди которые этим занимаются и среди сорвалась запись но ничего и в среднем батареи теряют от 6 до 12 процентов своих параметров в год от этого никуда не деться что получается мы хватаем батарею с прилавкой и кидаем ее тут же под капот допускаем что мы эту батарейку купили и грубо возьмем 10 процентов то есть 6 и 12 процентов это округленно на весь период эксплуатации потеря мы давайте округлим чтобы нам легче было считать и возьмем 10 процентов потерю параметров на износ на все на все прочее то есть мы начинаем эксплуатацию из-под из приватных из-под прилавка ага блять нет начинаем сразу на прилавке блять эксплуатации ну то есть мы купили батарею есть приватка закинули ее под капот видим 684 ампера пусковой ток 87 процентов посоху грубо говоря за год у нас теряется 10 процентов от 87 суха ну даже уберем 10 процентов это 8 на 1 7 уберем получаем 880 это сох через год эксплуатации 684 ну грубо говоря убираем 70 остается 710 до 60 684 10 процентов 68 до 070 убираем грубо говоря остается 615 другой вариант мы после первичного обслуживания добились параметров 730 ампер и сто процентов посоху через год у нас остается 90 процентов то есть больше чем чем блять то что ты буксуешь под вечер больше чем заявлено вот больше чем мы видим на на данном этапе 87 и 90 но это будет через год год вы блять катались смотались даче юга одну не знаю где вот только не побывали за год и у вас потерялось 10 процентов но вы видите 90 процентов больше чем на текущий момент если мы вытаскиваем и мы видим 730 минус 73 это блять как с математикой подружиться так тридцать шестьсот шестьдесят до 660 до 660 все правильно 660 ампер но это через год примерно те же параметры которые мы видим на данном этапе так ну что друзья пиздеть не колеса мазать давайте закином закидываем нашу батарейку в зарядный бокс и подключаем наше зарядное устройство наша веста в зарядном боксе подключаем крокодилы закрываем видим 12 8 включаем наш аджин и выставляем 7 ампере амперчиков 7 ампер да что ты вот так 7 и 4 пойдет 7 и 4 ампера 7 и 3 время 5 часов ну давай анджин давай чаду светлый путь счастливого пути удачной дороги заправляя нашу весту а мы свою очередь на утро посмотрим что с ней стало и что с ней приключилась за то время пока нас не будет в гараже утро следующего дня так ток у нас упал до 0 2 амперчиков так и хотелось сказать на воде вести блять нет просто на батарейке вести давайте сделаем некуррентный замер без отстоя добрались мы наконец-то не пока растопил печерку принял батарейку и давайте глянем что у блять у нас что творится у нас мать царица обычная до 730 ампер я куда поехал что-то небольшая положительная динамика есть 90 процентов было 87 694 пусковой на рецепт 1370 397 сопротивление но сопротивление явно у нас под сдусь так основной параметр это у нас конечно же плотность посмотрим что нам дал обычная до обычная подзарядка 128 плотность ведь новый ориометры не могу привыкнуть к его шкале шлипошарой шлепа шляпошара и блять вот такое вот у нас положение с плотностью 128 так ну давайте нам спешить некуда потому как батарейку заберут только завтра сегодня владелец батареи работает и сможет ее забрать только завтра завтра у нас слава богу выходной до обеда буду отдыхать и после обеда мы ее дадим по этому время есть давайте дадим ей часочек отстояться а может и два часочка дадим отстояться сейчас должны еще батарейки перевести и сделаем еще один замер после небольшого отстоя и то чувство когда батарейка требует чтобы ей дали немножко под сраку до заряда все таки нам придется ее прокипятить вот у меня такое подозрение такое чувство что все-таки это батарея 22 года они 23 продавцам особо не стоит доверять продавец утверждает что 23 цифра 23 есть какая цифра у нас правдоподобная первая или вторая хрена узнает я ко мне эти батарейки приезжают не часто поэтому утверждать не могу и не берусь давайте дадим ей отстояться пролетела полтора часа чуть больше и будем надеяться что нрц у нас подготовилась к тому чтобы принять дополнительный прием пищи облиять принять прием же бывает люблю иногда заниматься болтологии бывает учетом так давайте сделаем еще один замер перед до зарядом и попробуем отследить динамику о как видим у нас после отстоя параметры стали слегка похуже поднялось сопротивление сок 85 процентов с утречка был 90 немножко непонятно и мы непонятное поведение не монетная блять батарейки так какую у нас вам пивок мы подключим и наверное начнем мы делать до заряд можно списать на некорректную на некорректные показатели их конвея такое бывает это как раз вот на радость с этим адептом блять которые хают эти приборы что они некомпетентный не их вообще нельзя применять для тестирование аккумулятор самый надежный прибор это нагрузочная вилка блять и вот только она может сказать чистую правду о состоянии батареи ну плюс еще блять калькулятор по которому стучат блять как по баяну блять что-то там высчитывают блять но в таком случае я предлагаю эти блять адептом нагрузочной вилки вернуться выкинуть нахуй смартфоны эти сенсоры все прочие блять и вернуться к этим блять который жевательно в алюминиевом корпусе весь мир пользуется эти умники блять кроватные и диванная блять они против такого тестирования так ну давайте попробуем провести дозаряд посмотрим что нам это даст не факт что батарея выйдет на свои рабочие параметры заявленные потому как не производитель не дата производства этой батареи они не внушают доверия ну давайте будем посмотреть посмотреть и подумать я рекомендую своим клиентам делать вы выбирать батареи именно с тестером с любым тестером и не брать то что предлагает продавец а брать то что предлагает канвей все готова твоя батарейки да нисколько не должен нет нет но немножко отвлекли меня отдела сущных от нашего ролика так вот поставил на вымпел 37 у нас зарядный ток и буквально моментально как видим напряжение у нас вышло на 16 половиной вольт так время 20 минут перо уже не хрен на себе время летит начинаем наш до заряд и посмотрим по результатам до заряда что у нас получится с этой вестой по жигулей у батареи прошло ровно два часа совершенно неожиданно для меня давайте удостоверимся что прошло именно два часа падение напряжения 0 1 вольта ток у нас стоит на месте до 2 часа одна минута 7 48 отдал вымпел сколько взяла батарейка нам неизвестно так давайте замерим плотность после до заряда так плотность у нас близко 129 с половинкой почти 130 сразу сделаем некорректный замер и батарейку будем отстаивать до конца рабочего дня так 87 процентов то что мы видели изначально то видим и сейчас практически один в один за исключением завышенного нрц 681 684 ну давайте теперь дадим батарейки отстояться так друзья растягивать ролик не хочу вот поставим забыл что записываю ролик так что мы видим сто процентов по конвейю сопротивление 375 730 мы выставили пригласили на сон так 700 тысяч ампер выдает батарея нрц пока еще 1302 пригласили на сон там естественно будет беж беж будет там шужук козы жуя кто знает что такое напишите в комментариях боюсь лишь бы хари не треснула так давайте замерим плотность плотность будем замерять моим новым рефрактометром так а где этот пипетка то вот она пипе . мой уже по износился произносился вплоть до дыр но это не удивительно столько замеров он сделал за свою жизнь так какую маночку давайте вот эту средненькую во всех банках замерять не вижу смысла потому как батарея новая где еще третью руку взять руку а не руку а руку не нога а ногу все равно не могут в голове один бежать жрать хочу так ну давайте глянем что там брать прицел наводись так видим уверенных 129 даже 129 нет 129 будем считать что такая плотность штатная для этого аккумулятора и в принципе мы без особых так создать усилий добились полных параметров этой батареи то что она должна выдавать эта батарея выдает лишнее убеждение того что наш канвей бьет практически прямо в цель невзирая на то что прикроватный блять однокомнатный аккумулятор щеклять вот зря зря он меня упомянул в своем ролике упомянул что блять этот казах аккумулятор щек что-то там он то ли нажрался то ли на ржался с меня с моих действий и якобы я вход для того что не умею работать даже с этим с нагрузочной вилкой ну конечно хули там две три тысячи аккумулятора в год это сущие мелочи для того чтобы научиться работать с нагрузочной вилкой то ли дело блять свой аккумулятор из-под капота или фан блять или короче самая бюджетная линейка а кома то ли дело да этот говнюк он у меня честно говоря он подстегнул меня в плане того что до была мысль прекратить остановиться на какое-то время снимать ролики а вот теперь а вот теперь не дождетесь и в каждом ролике я буду вспоминать этого блять однокомнатного аккумуляторщика который заряжает аккумуляторы то сидя на горшке блять то где-то в ванной у себя в квартире который для зарядки и проверки и тестирования кроме нагрузочной вилки аккумуляторов используют такую хуйню который у меня висят у меня они висят для других целей фанель доска блять называется медицинский который слушает как они буркают определяет по бурканию блять степень заряда потом записывает всю эту какафонию блять на свой гамнитофон и скорее всего слушает по ночам кроме этого он сделал себе телевизор из аккумулятора вырезала там дырку блять вклеила стекло и под эту музыку блять смотрят вот такие телепередачи мне то я помню в детстве где-то лет шесть мне было я на заборе блять не на заборе на воротах блять нарисовал мелом телевизор мне усать и усадил усать и угли усасил заговариваюсь под вечер усадил рядом с собой всех соседских детишек и мы представляли что блять смотрим этот телевизор на этих воротах блять так вот тут телевизор из детства у меня показывал гораздо четче чем этого одноклеточном блять однокомнатного блять аккумулятор щеки чем телевизор однокомнатного аккумулятор щеки в каждом ролике я буду вспоминать упоминать дай бог посмотрю еще парочку его творение блять на его канале дабы было за что зацепиться ну смотреть честно говоря нужно на абсолютно голодный желудок ну что мне было не чем было рыгать блять блевать блять или как там с его творениями не надо было меня трогать другом хотел сказать какой-то мне другом блять не надо было меня трогать для того чтобы убедить меня что ты что-то шаришь в аккумуляторах покажи хотя бы одну десятую часть из того что я делаю за один день делаю обслуживаю я от минимум 5 аккумуляторов до 30 батареек день до не приходится и в год порядка но это примерно подкинул прикинул порядка 2000 батарей проходит через мои руки только в обслуживании кроме этого возможно столько же возможно больше аккумуляторов я диагностирую привозят на диагностику ну среднем минимальное количество это в самый хреновый день три человека а так бывает и 15 человек приезжает когда за целый день пожрать некогда покажи этот терминатор аккумуляторный как ты набираешься опыта блять или набираешься опыта по книжкам в следующих роликах я обязательно расскажу как писем пишутся эти книжки какие они книжки читают и что они из этих из этих книжек извлекают это будет следующих роликах но друзья на ближайшую перспективу мой подписчик ну вначале он был просто подписчиком сейчас он мой товарищ я не могу сказать что друг потому что друг этот не термин это звание нужно заслужить как говорится заработать и такими понятиями разбрасываться тоже нельзя мой он стал моим близким товарищем то александр и на новый год он еще мне сделать подарок но этот подарок он не уже вышел этот подарок где-то сейчас идет между питером и джит и горой как этот подарок придет мы как раз начнем разматывать эту тему по поводу умею я пользоваться нагрузочными вилками или не умею блять я человек очень скромный ну скромный до охуения просто блять таких скромных людей вы вряд ли блять на всем мире во всем мире найдете мне когда он мне сказал саша что решил сделать мне подарок и решил подарить нагрузочную вилку саша что за вилочку ты хочешь подарить вот такую блин саш давай лучше вот такую так как я очень скромный человек игру саш давай вот лучше эту база зажег чего давай это она правда не слегка нормально подороже чем-то которую он не хотел подарить но и функционал этой вилочки конечно покруче я давно к ней присматривался у меня этих вилок как давно за баней у некоторых меня еще один гараж здесь использую как дровник как склад когда-нибудь я вам покажу эти вилки еще советские до советские короче там что не знаю 7 может 8 может 10 лет я их не считал и вот как придет эта вилочка начнем эту тему разматывать разматывать будем в сравнении с конвейом может еще чем покажем основные принципы особенности достатки недостатки измерениях нагрузочной вилки и я надеюсь что все вам эта часть будет тоже интересно так ну что еще хочу сказать что добавить ролик в принципе не очень длинный получился в принципе работа то по сути дела как два пальца об асфальт или об асфальт не об асфальт больно лучше опасать легко и непринужденно батареечка выкатила все свои параметры поедет пойдет поедет к своему хозяину завтра он ее заберет и надеюсь мы когда-нибудь еще с ней встретимся если вы все-таки на моем канале если следите за моей деятельностью то будем надеяться когда-нибудь она еще нам попадется в наши дружеские объятия обслужившие объятия на этом что-то еще хотел сказать ну хочу добавить этому как его имбецилом называть без мозгов это назвать это утвердить просто что ты не расслабляйся теперь в каждом ролике ты будешь присутствовать у меня в каждом ролике я буду потихонечку устраивать тебе разъеб и буду устраивать тебе разъеб до тех пор пока от тебя не отпишется самый последний подписчик зря зря ты меня тронул ладно друзья всем добра удачи здоровья мирного неба над головой берегите свои батарейки и всем пока